Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. Сегодня мы поговорим о сенсорных садах, о садах чувств. Тема очень тонкая и интересная. На самом деле мы не собирались снимать этот сюжет. Он получился сам собой. Любашка попросила меня подготовить материал о том, как обезопасить новые посадки от наших братьев меньших, собак и кошек. Тема для многих животрепещущая. И ситуация, когда ваш любимый пёс не может спокойно пройти мимо вашей не менее любимой туи, чтобы не оставить свою метку, знакома, если не всем, то многим. Или когда вы целый день провели за посадками, наводя красоту на участке, и вдруг обнаруживаете, что ваше представление о красоте немного расходится с эстетическими вкусами вашего питомца. И всё, что вы с такой заботой высаживали, выкопано и раскидано по участке. Знакома? Мне так очень. Так вот, в поисках бесценных советов опытных собачников-садоводов я принялась бороздить океан интернета. И на одном из зарубежных сайтов набрела на интересную штуку. Нет, ответа на свой вопрос я так и не нашла. Но обнаружила, что в некоторых странах ландшафтные дизайнеры делают целые сады для собак. Представляете, вы купили участок, построили дом и вызываете ландшафтную компанию, чтобы она сделала вам сад, исходя не из ваших вкусов и представлений, а из темперамента вашего пса или породы кошки. Представили? Я нет. А это, оказывается, целая индустрия. При планировке сада учитывается все. Порода, характер, возраст собаки. Ну, если с планировкой мне было все понятно, то вот подбор ассортимент растений меня заинтересовал. Так, к примеру, если ваш пес гиперактивен, то рекомендуется использовать в саду больше лаванды или ромашки. А вот если он крайне застенчив, то розмарин его взбодрит и прибавит энергии. Мяту рекомендуют для освежающего дыхания, а ячмень – дабы в животе не урчало. То есть сад строится на ароматах. Я люблю свою собаку, но перестроить свое мышление и сад ради нее пока не готова. А вот позаимствовать идею – да. Всегда хотелось сделать сенсорный сад. Сад, в котором ненавязчиво, но работают все пять чувств человека. Звук, запах, зрение, вкус и осязание. Шелковистые лепестки, ароматные розы. Хрустящая текстура гравийной дорожки. Уголок, где шумит трава. Течет ручей. Сад – это сундук с сокровищами, который может хранить в себе неиссякаемый источник чувственных эмоций и переживаний. Он может вызывать приятные воспоминания. К примеру, о первом поцелуе. Успокаивать вечерние часы и бодрить в утренний. Сад может даже лечить. Главное – правильно расставить акценты. Ваши чувства играют решающую роль в том, что вы чувствуете в данный момент. Все, что вы слышите, видите, пробуете на зуб и обоняете, влияет на вашу жизнь. Гораздо больше, чем вы осознаете. С чего начать? Как всегда, с идеи. Давайте разберем каждый элемент и чувства отдельно. Слух. Добавьте немного звука в ваш сад. Нет, не надо выносить колонки с громкой музыкой во двор. Пожалейте соседей. Ваши музыкальные пристрастия им могут не понравиться. Подумайте о привлечении птиц. Птицы в саду – это неплохо. Особенно, если вы не сторонник химических обработок. Лучшего биопрепарата против вредителей, чем птицы, мне сложно себе даже представить. Правда, бывают побочные эффекты. Птицы могут съесть ваш урожай ягод. Или полакомиться семенами только что засеянного газона. Но это такая малость по сравнению с тем удовольствием, которое пение птиц приносит нам по утрам. Веранда, чашечка кофе. Я аж зажмурилась от удовольствия. Лучшего начала дня мне себе сложно представить. Привлечь птиц несложно. Предложите им птичью ванну, чтобы пить и купаться. Кстати, это во многом сохранит ваш урожай ягод. Многие пернатые едят ягоды, к примеру, жимолость, лишь для того, чтобы утолить жажду. Сделайте скворечники, обеспечьте их гнездовым материалом. Солома, небольшие веточки, шерсть домашних животных также подойдет. Но не забывайте кормить птиц зимой. Все это несложно, а полученный эффект превосходен. Не хотите птиц или вам мало звукового эффекта? Тогда добавьте звук воды. Звук маленького водопада, ручейка или брызги фонтана обеспечат спокойный фон саду и приглушат шум машин, если участок находится рядом с дорогой. Правда, иногда водные объекты бывают не очень дешевыми и могут требовать ежегодного технического обслуживания. Но плюсы перевешивают минус. Без воды на участке может все время казаться, что чего-то не хватает. Опять же, у воды в жаркую погоду не так жарко, он охлаждает воздух. В конце концов, в пруд можно запустить рыбу для будущей рыбалки или просто для удовольствия. Не хотите птиц и дороговат пруд? Не беда. Звук в сад можно добавить и по-другому. Возможно, вам понравится слушать перезвон ветра. Слушать, как ветер играет на подвесах, подбирает только для вас мелодию. Подвесы могут быть любые. Колокольчики из металла, бамбука, деревянный. Выберите тот, который вам нравится. Нравятся глухие низкие тона? Тогда дерево. Интересен более высокий слегка механический звук? Тогда подойдут металлические. В феншуе есть даже определенные правила о том, какой тип колокольчика можно использовать в той или иной зоне сада. Еще один вариант, но мне он не очень нравится, это музыка для медитации. Все хорошо, но естественные природные звуки гораздо интереснее, на мой взгляд. Следующее чувство – это запах. О, что с нами могут делать различные запахи и ароматы? Они могут вернуть воспоминания о детстве. Или, к примеру, очень важном для вас событии. Вы сможете перенестись в то лето, где вы были безумно счастливы. Запахи могут продлить счастливые мгновения. И без цветов эти мгновения не продлить. К нам на помощь приходят розы, душистый горошек, лилий, сирень или чубушник. Для тенистых уголков подойдет пахнущая конфетами клетра. И это лишь некоторые из цветов, которые наполнят ваш сад ароматами. В течение всей весны, лета или осени. Не стоит забывать о контейнерном озеленении. Высадите цветы в красивые кашпоры, оставленные на террасе или веранде. И наслаждайтесь полученным эффектом. Правда, надо будет немного поэкспериментировать. Выбрать подходящие цветы и подобрать правильное расстояние, чтобы яркий аромат не сбивал вас с ног, пока вы пьете свой утренний кофе или вечерний чай. А цветы, которые имеют более сильные запахи вечернее и ночное время. Как часто днем вам удается просто погулять по саду? Ничего не поля, не обрезая, не отвлекаясь на досадные мелочи. Вечером же вы настроены совсем на другую волну. И ночные ароматы сделают эту прогулку более приятной. Возможно, даже более романтичной. А пряные травы. Вспомните запах базилика, мяты, розмарина, тимьяна и лаванды. Им можно выделить отдельную грядку. Но я бы посадила их в красивую корзину или кашпо и поставила этот букет на веранду рядом с обеденным столом или креслой-качалкой. Так как в большинстве случаев, чтобы почувствовать их аромат, нужно немного потереть листья или веточки. А еще тимьян можно посадить рядом с фруктовыми растениями. Например, с малиной. Закройте глаза. Я не раз в течение этого сюжета буду просить вас об этом. И представьте, вы собираете крупные, сочные ягоды малины, а над вами и вокруг вас распространяется аромат тимьяна. И да, не забудьте собрать и высушить часть ваших пряных трав. Это скрасит ваши зимние вечера. Всю зиму вы можете использовать плоды своих трудов для приготовления чаев, выпечки, мяса. Ну, раз затронули тему пряных трав, то тогда давайте вспомним про фрукты и овощи в вашем саду. Я с юга. И с уверенностью могу сказать, что ничто не сравнится с запахом только что сорванного персика. Для кого-то это запах спелого помидора или яблока. Когда вы берете в руки фрукты или овощи и вдыхаете их аромат, вы кайфуете. Их запах манит и обещает немыслимое наслаждение. Разве фрукты в супермаркете могут конкурировать с вашими? Конечно, нет. Что еще добавляет аромат в ваш сад? Конечно, мульча. Мульча из сосны или лиственницы. Как она пахнет после прошедшего дождя или полива. А сколько плюсов у нее? Сохраняет влагу, препятствует росту сорняков, радует глаз на конец. Ничем не уступает мульча из скошенной травы. Каждой мульче просто нужно свое место. Что-то под плодовые, что-то под композицией из хвойных. Но решать в любом случае вам. Следующее чувство – это зрение. Цвета. Природа идеально сочетает цвета. И многим из нас неплохо было бы у нее поучиться. Цвета могут быть спокойными. Или сад может быть похож на калейдоскоп. Где зеленый перемешается с белым, красным, розовыми, желтыми, голубыми, пурпурными, апельсиновыми и даже черными красками. Все дело только в вашем темпераменте и предпочтениях. Мне лично больше нравятся спокойные цвета. С врывающимися большими яркими цветовыми полосками. Пусть цветовые пятна будут большими. Не мельчите. От очень пестрых садов быстро устаешь. Не всегда хорошо, когда на одном пятачке сидит одна лилия, розочка, лаванда или шалфей. И, между прочим, изгородь из двух сортов пузыреплодника, желтого и красного, посаженных до кучи ко всему через один, тоже не очень хорошо. Через какое-то время, когда пройдет первая эйфория, это место будет вас раздражать, напоминая пестрый цыганский платок. Замените желтый на зеленый. И выберите больший шаг. К примеру, 4 метра зеленого и 2 метра красного пузыреплодника. Варианты могут быть разными. Я обычно привязываюсь на секции забора. О цветовой гамме мне говорить сложно. Я, увы, не дизайнер. И мы попросили Ирину Семеновну Пыжикову подготовить отдельный цикл лекций, посвященный цветовой гамме сада. А пока лекция еще не готова, мы немного поговорим о декоративных кустах и деревьях. Есть некоторые растения, преимущественно лиственные, которые меняют свою окраску листвы не только осенью, но и в момент, когда весна, разбудив все живое, покидает нас, уступая место лету. К таким растениям можно отнести сорта клена астролистного Дебора или Голден Глоб. Дебора весной имеет приятный красный цвет листьев. Пока листья молодые, они ничем не отличаются от сорта Кримсон Центри или Кримсон Кинга. Яркие, сочные листья словно приветствуют весну. К лету листья зеленеют, и дерево уже не отвлекает на себя внимание, давая насладиться светением многолетних цветов. К осени листья желтеют, напоминая о неизбежности прихода зимы. С Голден Глобом примерно такая же история, но молодые листья имеют цвет абрикоса. Это удивительно и прекрасно иметь в вашем саду такие цвета. Затем листья желтеют, и ближе к сентябрю Голден Глоб похож на зеленый шар. Он словно всем своим видом сопротивляется осеннему настроению. Как бы говоря, ничего, мы еще повоюем, посмотрим, кто кого. Из кустарников стоит обратить внимание на деренбелый кэсселринг. Весной лист темно-красный, затем зеленеет. По окончанию лета и с приходом осени листья снова краснеют, но это уже не пурпурные оттенки, а ближе калам. А зимой? Его блестящие баклажановые, почти черные стволы завораживают. Вы только представьте их на фоне белого снега. Также можно играть и на окраске хвойных, выбирая виды и сорта с ярко выраженной зимней окраской. К примеру, как можжевельник Айс Блю или Андорра. Или наоборот, делая ставку на яркие, кремовые или желтые молодые приросты весной. Весной не надо бояться ярких красок и пестроты. Весна коротка, и взрыв эмоций и цветов для наших изголодавшихся глаз только пойдет на пользу. А вот летом, летом можно переборщить. Лето – это пара пионов, роз, лилейников, дельфиниумов, аконитов, вероник, шалфея. И если крупные деревья и кустарники в этот момент будут пестрить, то в саду, несмотря на все великолепие цветения, вы будете быстро уставать. Природа это понимает. И поэтому основное цветение крупных кустарников и деревьев приходится на весну или осень. А мы все время пытаемся ее обмануть. И в большом количестве вписываем в свой ландшафт растение с ярко-красной или желтой листвой. Иногда перебарщиваем и получаем картину неврастенника. И, конечно, не забывайте про зимний вид. Даже суровой, мрачной зимой можно иметь интересную картину в саду. Один из способов обеспечить визуальный интерес – это иметь немного хвойных и, возможно, стоит обратить внимание на растение с яркой, эффектной корой. Где-то были у нас сюжеты, посвященные зимним садам. Посмотрите также ролики и об осеннем великолепии. Мы подробно рассказываем, благодаря каким растениям можно продлить себе праздники и избежать унылого, депрессивного, осеннего настроения. Скажу только, что не только окраска листьев влияет на это, но и наличие плодов на деревьях. Татьяна как-то рассказывала, что у них был клиент, у которого они осуществляли уход. Так вот, основное требование к уходу за осенним садом было следующее. Не убирать опавшие яблоки. Ребята приезжали на участок, заботливо собирали яблоки в корзины, косили газон и, уходя, снова раскладывали плоды под деревьями. Чтобы так не мучиться и не лишать себя весеннего цветения плодов, с которым вряд ли что-то сравнится, и не бороться с излишками урожая, посадите декоративные яблонь. Они красивы и доставляют меньших хлопот, при этом прекрасно справляются с привлечением птиц на участки. Наверное, все. Нет, забыла. Устройте себе праздник даров осени, сделайте осенние композиции и расставьте их по всему участку. Посадите в корзину хризантему, добавьте пару вересков, положите туда тыкву, подключите все свое воображение и осень станет самым любимым временем года. Очень хотелось добавить еще один пункт, но не знала куда, поэтому внесу его в этот раздел. К зрению. Помните, у вас могут быть самые красивые цветы, самые красочные овощи и фрукты, но если ваш забор падает, у вас повсюду куча мусора и разбросаны инструменты по осаду, то визуальная картинка будет не так благосклонно восприниматься глазом. Вас подсознательно все будет раздражать. Еще один пункт, усиливающий зрительное восприятие, это освещение. А куда без него? Сейчас кто-то из вас подумает, вот она, скрытая реклама на канале, и ящики прорекламировала, и садовые светильники впихнула. Да? А почему и нет? Более того, в описании обязательно будет ссылка на работы Катей Крыловой, где, возможно, вы найдете что-то для себя. И это только подчеркнет вечернюю картинку вашего сада. Освещение сада может быть и очень даже желательно, но при этом строго не обязательно. Если вы можете себе это позволить, то сделайте это. У меня, вот, к примеру, его нет. И единственное, что меня спасает и не дает свернуть шею в темные часы, это одиноко светящийся фонарь, освещающий веранду. Но не беда, оно обязательно будет. Ведь сады ночью выглядят по-другому. Один и тот же сад при разном освещении может и читаться по-разному. Оно может быть точечным, выхватывая из темноты отдельные элементы, давая вашему воображению самим дорисовать всю картину. Может быть более основательным, подсвечивая целиком дорожку или целые куски сада. Свет в саду это целая история. И продумывать ее не менее интересно, чем планировать сад целиком. Вкус. С этим пунктом все достаточно понятно и прозрачно. Иметь свои фрукты и овощи в саду это гордость для садовода, услада для обоняния и глаз. И, конечно, в первую очередь праздник для живота. И пускай вырастет свой помидор, картофель или морковь обходится зачастую дороже, чем просто купить его в магазине, а при слове прополка грядок сразу начинает ныть спина, все это ерунда по сравнению с тем чувством победителя, когда вы хвастаетесь своим урожаем перед родными, друзьями и соседями. А разве может быть что-то прекрасней, чем утренние мюсли с ароматной домашней клубникой? Ну, разве только клубника со сметаной и сахаром, а свежий горох прямо из стручка, а маленькие черри с куста, морковь с грядки. Излишки урожая можно заморозить и опять же всю зиму наслаждаться их вкусом, вспоминая лето. Но на фруктах и овощах дело не заканчивается. Опять же, пряные травы. Или можно выделить небольшой кусочек сада под такие экзотические, но тем не менее вкусные и полезные культуры, как сныть репейник или крапиву. Все, у меня разыгрался аппетит, и чтобы больше не дразнить мой желудок и успокоить урчание в животе, я перехожу к текстуре сада. Пятый пункт – осязание. Простимулировать это чувство с одной стороны достаточно сложно, с другой стороны нет ничего проще. Вот у меня осязание обостряется после стрижки барбариса или прополки розария. Но ощущения сада могут быть менее болезненными. Я лично большую часть информации из окружающего мира получаю именно через прикосновения. Зревние у меня так себе, обаяние, как у любого заядлого курильщика, отсутствует как класс. Вкусовые рецепторы тоже достаточно своеобразные. Что остается? Только тактильные ощущения и остаются. За эту особенность я часто подвергаюсь критике от зрителей канала. Посмотрите, как она теребит тую или спирею или там что там еще. Разве это не варварство? Нет, не варварство. Сад можно и нужно строить так, чтобы возникало желание его потрогать. Подойдите к березе, зеленокорому клену или рябине, обнимите ее, почувствуйте всю силу и энергию растения. В конце концов, поделитесь деревом своими горстями и радостями. Знаете, помогает. Вот только не обнимайте плодовое дерево с ловчим поясом на стволе. Ощущение так себе. Откуда я это знаю, не скажу. Текстура листьев и стеблев также имеет значение. Они также различны по виду и ощущениям. Мягкие, шершавые, гладкие, колючие, покрытые воском. Сорвите любой такой лист, пусть даже и колючий. Разотрите его между пальцами. И вы почувствуете, как вас накрывает волна спокойствия и умиротворения. Еще одно. Тактильное ощущение вы можете получить не только через руки, но и через ступни. Вспомните ваши чувства, когда вы босиком идете по зеленой лужайке. Круто же! Особенно приятное ощущение от газона из овсяницы. Но газон это не единственное, ведь можно чередовать и делать небольшие кусочки из разной текстуры, коры, листьев, песка, плитки, наконец. Главное только не увлекаться и вообразив себя йогом не прыгать по битому стеклу и свеже срезанным веткам роз боярышника или барбариса. Чувства у вас, конечно, обострятся до невозможности, но вот о приятных воспоминаниях можно забыть. Закройте на минутку глаза, включите свое воображение и устройте себе виртуальную прогулку по вашему сенсорному саду. А когда картинка сложится, сравните с тем, что вы сейчас имеете. Вполне возможно, что у вас именно такой сад, ведь я не сказала ничего нового, просто попыталась заставить вас посмотреть на все немножко под другим углом. Мы обязательно продолжим эту тему и много с вами будем говорить о садах чувств и даже о терапевтических садах, о различных стилях и философиях. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok